Подготовка городского хозяйства к осенне-зимнему сезону близится к завершению. Все работы необходимо произвести до конца августа. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий посетил водозаборный узел номер 16, который снабжает водой более 10 тысяч жителей Люберец. Подробности в следующем материале. В помещении водозаборного узла чисто и пахнет краской. Работа по подготовке к зиме практически завершена. Мастера подтягивают сальники на насосе, чтобы не подтекал. До этого промыли резервуары, заменили запорную арматуру. Уложились в сжатые сроки, так как оборудование новое. В 2021 году объект реконструировали. В ходе реконструкции заменены насосные оборудования, трубопроводы, в том числе выхода со станции, запорная арматура, глубинные насосы, колонны водоподъемные. То есть достаточно большой перечень оборудований заменен. Обновление обошлось в 30 миллионов рублей. Станция максимально автоматизирована. Персонал – один человек в смене. Марина Баклева трудится здесь с 2009 года. Главное в ее работе – наблюдать за территорией. Водозаборный узел относится к стратегически важным объектам. И фиксировать показания приборов. Я обязана следить, чтобы показания всех приборов учета были в допустимой норме. Если какие-то идут отклонения, значит уже идет какой-то сбой в системе. И нужно об этом срочно сообщить и устранить этот дефект. Водозаборный узел – это три насоса и три скважины. Одна основная и две дополнительные. Эксплуатируются по очереди. В час выкачивается и подается в систему водоснабжения более 200 кубометров воды. Подъем идет с глубины 110 метров. Вода мы проверили, она качественная, она по сути как родниковая. Тем более это на вкус, но мы всегда воду отдаем Роспотребнадзор, делают анализы регулярно, чтобы не было каких-либо лишних примесей. Поэтому вода здесь качественная. Подготовка к осенне-зимнему сезону начинается в конце отопительного периода – в марте-апреле. Коммунальщики трудятся все лето, чтобы к концу августа все системы ЖКХ были максимально готовы к встрече холодов.